Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я вам расскажу про жизнь и творчество известного французского писателя Жюль Верна. Жюль Габриэль Верн – французский писатель и географ. Он является классиком приключенческой литературы и основоположником научной фантастики. Количество его книг, которые были переведены на другие языки мира, уступило только метру детективного жанра – Агаты Кристи. Аудитория любителей и почитателей творчества Жюль Верна по всему миру огромна. Его книгами зачитываются как и взрослые, так и дети. По многим его произведениям были сняты кинофильмы, а для маленьких зрителей были сняты мультфильмы. Многие факты из его фантастических приключений стали реальностью. Жюль Верн не был кабинетным писателем, он много путешествовал, и поэтому в его фантастических романах так правдоподобно описывается природа, жизнь людей и их быт. Добавив к впечатлениям полученных во время странствий свою фантазию, писатель мог погружать своего читателя в нереальный, но такой знакомый всем мир. Будущий писатель родился в 1828 году, 8 февраля, во французском городке в Нанте. Отец его был юристом, а мать, наполовину шотландка, получила прекрасное образование и занималась домом. Жюль был первым ребенком. После него в семье родился еще один мальчик и еще три девочки. С самых ранних лет ребенок полюбил книги. Особенно ему нравились произведения о путешествиях и морских приключениях. Жюль знал о кораблях практически все. Морская тематика занимала в мыслях юного мечтателя почетное первое место. Его увлечением морем разделял с ним его младший брат Поль. Возможно, это пристрастие передалось им по наследству. Их дед, который был судовладельцем, просто обожал морские просторы. В возрасте шести лет будущего писателя направили в пансион. Преподавательница очень часто маленькому Жюль Верну рассказывала о своем муже, который много лет назад ушел в морское плавание и потерпел крушение, но не погиб, а доплыл до какого-то острова, где выживал, как Робинзон Круза. Эта история очень сильно повлияла на творчество Жюль Верна в будущем. Позже, по настоянию отца, он перешел в духовную семинарию, что также отразилось в его произведениях. В семинарии юный Жюль Верн учился неплохо. Особенно ему нравились французский язык и литература. А еще мальчик грезил о море, о путешествиях. Поэтому в 11-летнем возрасте он сбежал и нанялся юнгой на корабль королей, отплывающий в Вест-Индию. Однако отец разыскал юного Жюль Верна и вернул его обратно домой. После окончания семинарии Жюль Верн продолжил образование в Королевском лицее. В 1846 году он получил степень бакалавра. Юноша мечтал о славе писателя, но его отец отправил в Париж изучать юриспруденцию. Там юноша увлекся театром. Он стал посещать все премьеры и даже попробовал свои силы в написании пьес или бретта. Также юный Жюль Верн подружился с Александром Нюма. Отец, узнав, что Жюль Верн уделяет больше внимания литературной деятельности, чем лекциям по праву, очень рассердился и отказал сыну финансовой поддержки. Молодому литератору пришлось искать различные виды заработка. Он и репетиторством занимался, и в издательстве секретарем работал. Учебу он не бросил. И в 1851 году получил разрешение на ведение адвокатской деятельности. А благодаря хатодайству Дюма на сцене была поставлена его пьеса «Сломанные соломинки». Самостоятельная литературная карьера Жюль Верна началась после знакомства с Пьером Шевалье – писателем, журналистом, редактором. В тот момент он как раз искал автора, способного увлекательно писать о приключениях с элементами научной фантастики и истории. Из-под пера вышло дебютное произведение в прозе «Рассказ первой корабли мексиканского флота». Позже оно было переименовано. Еще через несколько месяцев на свет появилась драма «Воздухе». Уже тогда, в 1851 году, на ранних этапах творчества Жюль Верна чувствовался его авторский стиль, которым тот прославился на века вперед. С 1852 года по 1854 год Жюль Верн публикует ряд научно-популярных статей. Но литературный успех приходит к нему только в начале 1860 года. Задуманный и написанный автором цикл «Необыкновенные путешествия» приносят Жюль Верну заслуженную славу и известность. Первый из пяти романов «Пять недель на воздушном шаре», опубликованный в 1863 году, сразу же становится популярным. Выпущенная вторая книга из этого цикла называлась «Путешествие к центру Земли». В ней рассказывается о таинственной находке профессора минералогии. В старинном документе идет речь о пути к земному ядру. Увлекательный рассказ о приключениях полюбился читателям всего мира. В 1865 году свет увидели сразу два романа из цикла. Это «Путешествие и переключения» капитана Гатераса. И второй роман «Земли на Луну». Жюль Верн с удивительной точностью описывает аппараты, которые помогли человеку дышать в космическом пространстве. Как ни странно, но писатель-фантаст становится предсказателем. Его техника, описанная в книге, имеет такой же принцип действия, что и современные устройства. По истечению трех лет свет увидел и вторую часть трилогии «20 тысяч лье под водой», а в 1869 году и «Таинственный остров», в котором читателям предстоит погрузиться в морскую пучину вместе с таинственным капитаном Немо. В 1869 году Жюль Верн пишет продолжение фантастической книги «Земли на Луну». Вторая книга выходит с названием «Вокруг Луны». В ней мы опять встречаемся с полюбившимися героями, двумя американцами и французом. В 1872 году писатель презентует свою новую приключенческую книгу «Вокруг света за 80 дней». История путешествия британца-аристократа Фуга и его слуги-паспарту покорили читателей по всему свету. В 1878 году из-под пера писателя выходит произведение «Пятнадцатилетний капитан». А в 1900-х годах Жюль Верн пишет «Властелина мира» и необыкновенные приключения экспедиции Барсака, которые дописал его сын Мишель. Жюль Верн был женат на Онорине де Виан, которая к моменту знакомства с ним уже была вдовой и имела двух детей. Они поженились, а в 1861 году у них родился общий сын Мишель, будущий кинооператор, экранизировавший несколько романов своего отца. Путешествуя на своих яхтах, знаменитый писатель вдохновлялся на написание новых романов о странствиях и переключениях. Он побывал во многих странах, плавал по Средиземному морю, совершил трансатлантический круиз в Северную Америку. Жюль Верн создал 66 романов, около 20 повестей и более 30 пьес. Разбирая его архивы после смерти, родственники обнаружили огромное количество его рукописей, более 20 тысяч тетрадей с различными научными сведениями и заметками, которые автор планировал использовать в своих произведениях. 24 марта 1905 года умер Жюль Верн. Причиной его смерти стали осложнения сахарного диабета. Лечить заболевания в те времена еще не умели. Траурная процессия собрала почти 5000 человек. Литератор был похоронен на кладбище Мадлен в городе Амьен на севере Франции. Всем спасибо за внимание!